Хвост весь информативного последующего документа оборота, который бы объяснял, как это делается, он до сих пор находится в разных стадиях обсуждений и далеко еще не анализирован. А это относится как вечно к программам обеспечения, которые используются в медицине, как она будет проходить какую-то сертификацию, апплодитацию, сколько времен понадобится. То есть все прекрасно понимают, что если вы сертифицируете какой-то новый медицинский прибор, какой-то компьютерный домограф, здесь можно и 2 года, и 6 месяцев, это небольшой сон, потому что этот прибор будет работать может 10-1,5 лет после этого. А если вы собственно принесли на рынок, который сегодня у одного конкурента, она через месяц выйдет, кто-то еще. Если его процесс вывода на рынок с точки зрения вот этого процесса регистрации будет занимать полгода, то это фактически убивает другую инновацию, это убивает интерес к другому инвестору, инвестирует подобные проекты. А что делать, если через неделю нужно выпускать новый релиз, потому что там какой-то заплата появилась по безопасности, снова проходить весь процесс регистрации. Вот простые вещи на самом деле, сертификации, это даже самая история, это процесс получения разрешения на оказание несосредеятельности, потому что есть клиника, понятие клиника, который оказывает медицинские услуги, да, где нужно сертифицировать фактически помещения, оборудование этих помещения. Но в терминецине понятно, что нет точного приема, там другие требования, там даже требования по каналу связи, по защищенности, по хранению данных и так далее. Вот опять же вот этот путь. Мы все коллективные сейчас не перекладывание на кого-то там, в том числе, скоб, видит это хорошо очень. То есть мы, наш цикл государственная запуска и приходу в конечную точку с новым нормативным акроматом, особенно если мы говорим о ведомственных историях, глубоко ведомственных историях, если мы говорим о федеральных заходах, этот цикл занимает полтора-два года. Вы просто вдумайтесь, для того, сколько времени нужно на то, чтобы разработать сегодня новую технологию, выпустить на рынок с нуля. И потом полтора-два года этот цикл для того, чтобы эту технологию можно было легально использовать. Рынки охраны труда, образования, медицины, где по-прежнему доминирует принцип «все, что явно введение разрешено, по сути, является запрещенным». Потому что это опасная территория, в которую в серую зону можно очень легко попасть в достаточно неприятную историю. И вот многие страны, успешные страны, которые реализовывают свои стратегии по цикловизации, они, кстати, шли во многом не от мер поддержки, не от денег, которые раздавались экономикой, а прежде всего опережающий механизм регулирования в новых совершенно для себя областей, оборотов данных, персональных данных, ну и так далее. Проект, наверное, не является основной темой сегодняшней сессии, но просто действительно значимость. Ускорение цикла, адаптация новых норм для государства в целом – это один из важнейших вызов, правильно. Мы, с одной стороны, очень горды тем, что слух имеет непосредственно отношение к администрации деятельности вот этого центра нормативного регулирования. С другой стороны, понимаете, что весь цикл нам творчества включает в себя гораздо большее количество стихолдеров, участников, и мы все немножко являемся заложниками внутренней государственной системы, которая пока еще работает все-таки в режиме традиционной экономики, не перестроившись на то, что нужно совершенно на другой скорости принимать, обсуждать, тестировать вот в режиме песочных стоят, которые нужны, да, чтобы как можно быстрее вводить в жизнь новые нормативно-правые акты. Это и есть, по сути, одна из конкурентных особенностей. Вот посмотрите на маленькие страны, где в силу, может быть, именно того, что они маленькие, да, как раз их конкурентная особенность на мировом рынке, зачастую инновационных, кто-то, кто-то включает, что они смотрятся очень быстро, изменения проводить в жизни своей, в частности, вот того, у меня регулирование. Это одна из конкурентных особенностей современного мира глобального. Это не то, сколько у вас гений, сколько у вас в Москву, на нефти, там, и на налоговых в разных годах, а в том числе, насколько быстро вы можете адаптироваться к новой технологии, к новой деятельности и сервисам. Второй момент, который проходил еще раз, обращается в аудитории, кто здесь, кто нас, возможно, увидит или услышит, цифры в этом году должны запомниться, потому что именно здесь происходит, об этом у Сергея уже очень четко сказал, здесь происходит первое публичное анонсирование дорожных карпов с разной технологией. Это документ, рассчитанный на несколько лет, а, наверное, даже дольше. Это документ, который будет определять весь порядок синхронизации именно поддержки и отбора проектов. Нельзя, на мой взгляд, недооценить важность этого момента, и я призываю всех, кому вообще тем сегодняшней дискуссии интересно, максимально глубоко грузиться вот в эти дорожные карты, понимая, что, конечно, и те шары шесть, на самом деле, все там еще не пробуются. То есть вот те многочисленные уже мероподдержки, которые идут следом за эти дорожные карты, они, на самом деле, я вас уверяю, мы сегодня просто про это не разговариваем, но мы знаем, что они, на самом деле, очень хорошо друг руку будут дополнять. То есть они их не перекрывают, а как раз с самого начала, когда был дизайн этих мероподдержки, вот вопрос, который вы задаете сегодня нам всем, насколько он синхронизирован. Вот я вас уверяю, что те мероподдержки, которые пределаны как инструмент для реализации дорожных карт, они между собой очень хорошо, так сказать, гармонизированы для разных стадий ТРЛ, для разных размеров проекта, для разных типов получателей мероподдержки. То есть это все выбираю, что, наверное, тоже будет предано как бы публичные уже нагласки на эти мероподдержки, но смотрите, в первую очередь, не теряйте время, кому очень интересно работать в связке с мерами господдержки, в части именно внедрения, сказать технологии. Вот сегодня, в тот самый момент, тогда нужно убирать в себя эту фанасу, искать ту синергию с конкретными проектами, с конкретными отраслями, приходить уже к институтам развития, которые получены, обозначены как последующие операторы мероподдержки, и как можно быстрее эти проекты выполнять, запускать в процессы отбора и получения соответствующих мероподдержки, не теряйте время. Да, Константин, спасибо. Я смотрю просто на время, и вот тот диалог, который у нас сейчас состоялся, это диалог, на самом деле, института развития. Вот, можно совершенно да. И здесь мне хотелось бы передать слово, собственно, вот представителю бизнеса, представителю реального сектора экономики, Александру, компании «Сибурд», «Адному из лидеров справодил трансформацию в «Кустые 4-моли» тоже в «Кустые 5-доли» делают достаточно серьезные изменения. И вот, Александр, вы услышали всю эту дискульту, – вы наверняка знакомы были в той или иной степени раньше со всеми процессами, которые идут в части поддержки. Вот скажите, вам, как представителю группного бизнеса, что же все-таки нужно? Какие меры поддержки вам нужно И как вы видите изменения, может быть, востребованности этих мер поддержки вами для того, чтобы вы, как крупная компания, формировали как раз тот самый спрос на эти технологии, на новые технологии, на слабые технологии? Спасибо за вопрос. Добрый день. Еще раз немножечко скажу, по секуре Сибора, это производственная компания, которая непрерывается по производству нити химии. У нас есть отдельные круглые столовые министерства, например, энергетики, на которых обсуждаем вопросы циклализации. И очень важный момент, который мы обсуждаем, это пересечение наших задач и задач министерств, которые разрабатывают самые цифровые продукты. Наверное, хорошо, как раз, уже к концу, какие-то комментарии, послушал дискуссию и сделал несколько седерных, которые хотел бы сказать в первую очередь. Очень точно подмечено относительно процессов и информативки, поскольку на текущий момент решения, разрабатывая стартапами и организациями, в очень большом количестве случаев мы просто не можем применять в свою деятельность. Потому что у нас, а, нет процессов, например, подсдачи, д, допустим, на работе на базе по производству объектов, б, и, допустим, есть вопросы, связанные с чистопивным диапазоном для передачи информации, с, есть определенные требования к оборудованию, которые мы можем применять в технических диапазонах, в вашем месте. Вот. И завтра мы будем обсуждать дорожные карты. Хотелось бы, чтобы в этих дорожных картах помимо разработки технологий, помимо разработки их девайсов, появились первые шаги, а как мы потом эти девайсы будем себя применять на праздник. Без этого, на наш взгляд, просто заказов у нас, к сожалению, не будет. Интересно будет, мы будем рассматривать все стартапы, а внедрять просто не сможем, и тот самый цикл развития стартапа просто не произойдет. Следующий вопрос связан с тем, что заказы, которые мы формируем, мы сами для себя должны понимать, и производители должны понимать, они должны формироваться за дело на несколько лет вперед. И поскольку мы сегодня поставим задачу, завтра разработаем нормативку и какие-то, чтобы регулировать это начнем, просто завтра мы разработаем продукт, а на четвертый день мы начнем его внедрять, и на тот самый день появятся уже какие-то конкурентные изделия, которые сделают и институты, и другие разработчики. Вот. И мы опять встали к вопросу, а давайте по-новому лицам. Вот. Поэтому важно подумать, чтобы мы через эти четыре шага оказались конкурентно способными и нашими продуктами, которые работали в странах с программами, или у вас другого именинца. Значит, следующий важный вопрос. Вот. Постоянно слышим, что мы будем бороться за количество стартапов. Тысяча стартапов, две тысячи стартапов, миллион стартапов. Для нас это выливается в очень простую историю. У нас просто растет количество встреч с самими поставщиками, и растет процент, к сожалению, встреч, после которых почему-то происходит. Почему? Потому что стартапы, в первую очередь, сфокусированы на разработке технических решений. А в бизнесе есть определенные вещи, которые мы не можем просто-напросто не рассматривать. Вчера была финансовая дискуссия, интересные вопросы затрагивали относительно информационной безопасности. Бывает так, когда ты делаешь продукт, ты делаешь его быстрее, но некомпределенные вещи закрываешь глаза. То есть если ты закрываешь глаза на информационную безопасность, иногда ее просто нереально встроить, потому что продукт будет разработан. А если нереально встроить, то мы нереально, и это можно применять в виде директора, но на заводе, к сожалению, здесь вот этот важный момент, который мы сразу смотрим, что мы хотим, какую задачу решить. Поэтому хотелось бы, конечно, пересечения круглых столов, которые проходят министерства, круглых столов, которые проходят в сферовой экономике, чтобы запросы и предложения однозначно пересекались и отвлекали синергию. Второе, на самом деле, понятно, на рынке у нас существует много компаний, разные отрасли, ритейл, банк и ритейл, естественно, по разному развитию, на разных этапах развития цифрового находится. Поэтому в секунду я начал цифровую трансформацию, мы делаем хаос. Но надо определиться, это не всегда, что задача, как бы последовательность, если мы будем продукты разрабатывать для другой отрасли, потому что они сильно отличаются. В первую очередь, мы будем делать для банка, мы будем делать, в первую очередь, для промышленности, потому что филец называется «промышленное развитие». Или будем делать для ритейла, и все сразу все, наверное, не сделают, даже если у нас два миллиона стартапа. Соответственно, еще один тезис. Надо четко понимать, что есть стартап, который занимается наукой, и есть стартап, который занимается экономикой. И то, что называют наукой, оно к бизнесу на текущий момент имеет мало отношения, потому что научные исследования тоже должны пройти цикл, чтобы стать продуктами, которыми мы будем пользоваться каждый день. Нормально, это здорово, это тоже поддерживает у нас и свои реаниментраторы. И в то же время, мы не сможем купить науку сегодня, потому что она принесет экономического эффекта запада. Для сегура цифровая трансформация, это в первую очередь работа над дефективностью бизнеса. То есть нам нужно решить задачу для бизнеса. Значит, следующий тезис. Если мы не все задачи решили, следующий вопрос, хорошие, хорошие коллеги подчеркивают, нужно технологию продать. И с процессами именно продажи технологии контрактования тоже нужно работать. У нас осталось, когда есть вопросы, когда нам нравится, значит, решение технических, все очень хорошо по форме, и компания в стартапе, к сожалению, не очень любимо. Это все инвестиции, стендалки, и мы не можем пройти процедуру и пользоваться кухнями, как фон, пау, должны соблюдать их. И у нас процесс начинает затягиваться, и пытаемся как-то со своей стороны поддержки оказывать, допустим, как-то же, ревизов своих предлагать. И тяжело, вообще, разрыв такого стартапа и бизнеса нам тоже устраняет. И я думаю, что в этом поддержка, как-то институт, инструктура может значительно способствовать. Я знаю, что есть отдельные общие ресурсы к военному вопросу, очень много всего юридических. Нужно очень плотно это все завязывать в вашу цепочку. Значит, акселераторы, это... Акселераторы, как шаг фильтрации стартапов, это замечательный шаг. То есть кто-то должен в стартапе задавать вопросы. То, что ты делаешь сейчас, оно значит, как налоги, бизнес, оно нужно очень, или это, ну, такой элемент этого общества есть. Вот. Если рассматривать стартапы, как такую кадровую школу, это тоже будет хороший инструмент. Потому что все процессы, начиная от банальной разработки, и заканчивая так, введением бизнеса, можно такую реализацию пройти от и до. И это, естественно, плюс, потому что перед нами тоже стоит важный вопрос с точки зрения кадров, мы не поднимаем это, откуда эти кадры нужно брать. Мы всегда с компанией придерживаемся мнения, что на самом деле сфровые навыки, в общем, общая позиция, должны быть и у сотрудников, которые нет, например, связанных с правами, и у студентов, и у техники, и у техники, и у завода, и у техники, и у техники. Мы, в принципе-то, учимся пользоваться всем, естественно, до старости каждый новый продукт, каждый новый процесс изучаем. Для того, чтобы быстрее, быстрее это все произошло, нужно помогать, понимать, что мы с тобой. Мы тоже проделываем большую работу с музами. У нас есть программа стажеров, где приглашаем ребят по различным стажерам, если мы в весенние и осенние, и предлагаем, в Советском Союзе, товарующую историю, для техники, которые будут делать эти новые проекты, на базе наших реальных задач. И вот эта вот связка, она помогает максимально мы сохраним вот эту программу между тем, что нужно, и тем, что происходит. Поэтому наша позиция, процесс происходит так, как он должен. Давайте, по-моему, бороться за качество. Это важно. И тогда будет за качество. Александр, у меня вот к вам вопрос, который, может быть, будет несколько провокационным, но тем не менее. Расскажите, пожалуйста, у вас же есть наверняка стратегия компаний, стратегия цифровой трансформации. То есть та программа, которую вы видите, которую вы для себя разработали, и сейчас реализуете в рамках вашей большой компании. Вопрос звучит следующим образом. Готовы ли вы вот эту вот стратегию компании, с точки зрения цифровизации, каким-то образом синхронизировать и изменять в соответствии с теми проектами, с теми статам, с теми направлениями, которые сейчас реализуются в институтах развития, для того, чтобы сформировать как раз тот самый спрос. О чем я говорю? Я говорю о том, что сейчас в рамках, опять же, продвижения, развития технологических каких-то рамках, разрабатываются решения. У вас, предположим, ваши стратегии, они сейчас не предусмотрены, их использование не предусмотрено. Готовы ли вы синхронизировать свою стратегию развития с тем, что сейчас рассматривается в институтах развития? И еще следующий вопрос. А нужны ли вы, куда-то, какие-то меры поддержки от государства, в том числе, может быть? Хороший вопрос, спасибо. На самом деле, мы ведем наши цифровые трансформации определенным путем, можно называть их «пул» и «пул». Мы работаем и под потребности бизнеса, и под новых технологий, которые появляются нами. И, естественно, мы ориентируемся на новые какие-то тренды, технологии. И, естественно, мы ждем, чтобы компании-разработчики, они тоже отвечали тем задачам, которые ставим у нас внутри, построим процесс в следующем образом. Внутреннее подразделение цифровой технологии, в которой набрали специалистов, разбирающихся в дичь, что ли по определенным направлениям. Направление несколько – это скровизация процессов, программинутая аналитика, 4.0, лаборатория, которая занимается роботами, коптерами. И, соответственно, есть подразделения на предприятиях, на наших заводах, в которых состав команды по цифровизации и бывшие сотрудники именно производства подразделений. И таким образом подразделяется баланс. Соответственно, аналогичная структура, в наш взгляд, она должна присутствовать и на рынке. Для нас единый вектор, это немножко такой общий вопрос, поскольку у нас каждая инициатива цифровой трансформации проходит осуждение на немецкомитетах. И для нас каждый продукт, который мы внедряем, это продукт, который нацелен на нашу задачу, о которой я говорил, повышение эффективности действий. Поэтому, возможно, в других организациях, в которых есть отдельное подразделение, которые занимаются миром, с точки зрения цифровой технологии, возможно, это история поддерживает компанию, в которой дискретное производство. Когда тебе без цифрового, то есть, вы никогда, просто проводник авиации невозможно дальше работать в бизнесе. Или, допустим, банки, когда цифровые технологии меняют глобальную модель работы твоего бизнеса. В нашем случае, в химии, мы не банки, мы не ждем от цифровых технологий глобального какого-то изменения нашего бизнес-моделя. В то же время, для нас это тоже важно. Поэтому, все, о чем я сказал, как раз таки об этом, потому что давайте синхронизируемся и в этом ключе пойдем. Мы уже, на самом деле, так действуем. Если ответил вам вопрос. Максим, если позволите, тоже мешаю себе вопрос. Мне кажется, не нужно было бы, а не бизнес может синхронизироваться с институтом поддержки, а мы как институты поддержки, мы должны отвечать на них запросы, в целом, в компании. Я напомню, я с вами согласен. Я говорил как раз про ту часть, где, например, порог входа для компании в новую технологию, он сейчас для компании именно на этапе рассмотрения на инвесткомитете не является привлекательным. Ну, то есть, условно, есть новая технология, вы выносите ее на инвесткомитет, и инвесткомитет говорит, что, ну, да, но вот с такими параметрами финансовыми это не очень интересно. И в это время вы на инвесткомитете говорите, а вот нам с освоением этой технологии поможет вот такая вера поддержки, которая как раз вот этот порог входа в эту технологию компании сделает мини-болезненную. Я отвечу быстрее чем вопросом, если, допустим, эта технология, она не приносит пользы нам. То есть, мы не видим экономического эффекта, возможно, она либо кому-то другому приносит пользу, либо просто эта технология не нужна. Зачем эта технология, если она не приносит пользу? Вопрос такой серьезный. Ну, еще раз, я говорил о ресурсоемкой технологии, там, опять же, мы затронули цифровые двойнии, да, и внедрение там КАТ-систем, которые позволят вот это все формировать, да, безусловно, порог входа вот в эту технологию для большого предприятия достаточно высокий. И ее можно решать поэтапно и достаточно пусто, а можно посмотреть там чуть шире и решить ее значительно быстрее, используя какие-то мероподействия.